Ольга Безуглая, режиссер Натымско-районной клубной системы и веду еженедельную рубрику «Мастер-класс по созданию сценического образа с помощью театрального грима». Именно о гриме мы сегодня с вами поговорим. Я понимаю, что вы не студенты театрального вуза, не изучаете как-то углублённую историю, теорию театра, поэтому моя маленькая крохотная лекция перед практической, так скажем, её частью будет на понятном языке, с понятными примерами. Уверена, что вне зависимости от возраста каждый из вас поймёт, о чём я рассказываю и что для чего нужно. Но всё-таки о истории грима я буквально два предложения скажу, потому что это важно. Дело в том, что историю грима часто связывают с зарождением и развитием театра. Это как бы понятно, да, грим он вроде для театра, но это ошибочное мнение, потому что грим как явление, изменение с помощью красок лица человеческого, его преображения во что-то другое, он существовал за много тысяч лет до того же периода Древней Греции. Потому что даже в вымерших цивилизациях, таких как, к примеру, у инков, уже была система преображения лица... Хорошо, вот что я нашёл. Спасибо, до свидания. Система преображения лица, к примеру, для религиозных обрядов. Мы все представляем себе шаманов, которые наносят себе некоторые узоры специальные для изменения своего человеческого лица во что-то другое. Или, к примеру, в тоже далеко много тысяч лет назад исчезнувшей цивилизации шумеров также были примеры грима, которые они использовали в военной своей методике для устрашения своего противника. То есть противник видел, что на них идёт не просто человек, а нечто такое, что-то страшное или даже потустороннее для устрашения противника. И даже на острове Пасха, я уверена, что многие слышали о таком явлении, это была цивилизация абсолютно обособленная. Они не общались ни с кем из внешнего мира, то есть они не могли ни у кого это подсмотреть, но у них тоже были примеры разрисовки лица для своих нужд, для того и тех или иных нужд. Поэтому грим как таковой, как явление изменения лица, существовал много-много тысяч лет назад, и через все эти тысячи лет он прошёл до нас. И, конечно, мы, современные люди, грим себе представляем немножко в другом. Это не сколько шаман, и сколько прям грим как грим. Конечно, в этом понятии грим развился именно с зарождением и развитием театра. От самых древних, к примеру, греческих масок, которые использовались в постановках в Древней Греции. Вот такие вот, к примеру, маски, которые изображали только эмоции, чтобы зритель мог понять, что сейчас изображает актёр, какую эмоцию. То есть он сердится, либо он смеётся, либо он страдает, либо он злой, либо он добрый. Это такие первые эмоджи, можно сказать. Вот они просто берёшь и кругленькие, и делаешь, и они становятся эмоджи. До средневековых... Так, сделается, мне интересно. Нет, не делается, это понятно. До средневековых мистерий, где маски были... изображали не только эмоции, а целый образ. То есть, вот, к примеру, была маска доктора. Если я одевала маску доктора и выходила на подмостки, зритель понимал, что я никто иной, как доктор. Ни один другой персонаж не мог одеть эту маску. Зрителю было понятно. Это доктор, это любовник, это злодей, это прекрасная дама. Это всё обозначалось исключительно масками. Ну и, конечно же, всё это развилось до нашего современного кинематографа. Вот до чего, собственно, техника дошла. Это, если коротко, о истории. Грим, ну, конечно же, очень важен в театральных постановках. Это все вы прекрасно знаете и понимаете. Для чего? Для создания образа, в первую очередь. Чтобы создать образ, если я вам сейчас скажу, что я не фертитель, то вы мне вряд ли, как зритель, поверите. Потому что у меня нет костюма, как у неё, я в современной одежде. У меня нет такой прически, как у неё. И у меня нет такого грима, как у неё. То есть, чтобы создать образ, есть несколько для этого... Ах, я задохнулась. Функции, да. Но кроме создания образа, грим несёт очень много в себе информации для зрителя. То есть, грим зрителю сразу объясняет характер персонажа. Если выходит у нас два царя... Цари, встаньте. Встаньте, цари. Выходит у нас два царя. Одинаково абсолютно одеты. У обоих короны, у обоих царская одежда, у обоих пластика царская, плечи расправлены, да, вскинуты, нос кверху, всё. Но у одного царя у нас щёчки розовые, улыбка на пол лица, а у другого царя у нас, к примеру, гримом, да, сведены брови, густо заострён нос, острые черты лица, то зритель, даже если они ещё слова не сказали, даже если они вообще не начали ещё действовать на сцене, зритель чётко понимает их характерность. Добрый царь – злой царь. Хороший – плохой. То есть характерность, садитесь с царей, характерность грим тоже несёт. Но ещё кроме этих функций грим несёт в себе обязательно, должен соответствовать стилистике спектакля. И поэтому грим выбирает не актёр, не гример, а именно режиссёр должен выбрать, какая стилистика будет у грима. Какая стилистика будет у грима вытекает из той стилистики, которую режиссёр закладывает в свой спектакль. Это очень сложно сейчас звучит, но вот на примере вы меня абсолютно поймёте. Мы с вами сейчас, сегодня будем ставить, к примеру, спектакль по русской народной сказке. И я, как режиссёр, себе придумываю такую историю, что вся наша русская народная сказка будет в стилистике «Гжель». Кто знает, что такое «Гжель»? Не знаю, что такое «Гжель». «Гжель» – это такая русская народная роспись. Расписывают тарелочки, чашечки, да? Её особенностью является на белом фоне от нежно-голубого до самого тёмного синего цвета. Синяя палитра на белом фоне. У многих бабушек есть, у вас есть, и 100% вы её видели. Ну, конечно, 100% вы её любили. Вот у нас будет стилистика в стиле «Гжель». То есть одежда сцены у нас будет в этой стилистике, наши костюмы будут в этой стилистике, вне зависимости от персонажа, да? Всё равно все персонажи будут в этом стиле. То и грим должен быть в этой стилистике. Сейчас вот быстренько вспомнили какие-нибудь «Гжелевые» изделия, там, где девочки фарфоровые стоят. У них какие? Синие глазки, да? Синие губки, голубенькие щёчки. И вот эта стилистика грима полностью отвечает стилистике нашего спектакля. Понятно, что такое стилистика? Да. Всем ясно, я уверена. Ну, давайте о гриме больше, плотнее немножечко расскажем. Как нам делать грим? Вот слово «как» сейчас мы будем разбирать. Грим можно делать двумя способами. Ответим на вопрос «как». Двумя способами всего. Это грим объёмный. Объёмный. И грим графический. Ческий. Звучит это так достаточно сложно, но на самом деле всё очень просто. Давайте перейдём к графическому или... Ну да, начнём с него. С графического грима. Графический грим отвечает за то, что нам нужно изобразить на лице, но только с помощью красок. Ну, то есть мы берём краски, и если нам нужны впадины на лице, к примеру, да, мы их рисуем. Если нужны выпуклости, мы их рисуем. Если нам нужны рога, мы рисуем рога. Не приклеиваем, не замазываем, не это. А именно всё, что необходимо, мы просто берём и рисуем на лице с помощью красок. Особенно это, как пример, явно видно, когда нам нужно нарисовать мультипликационного героя. Ведь мультипликационный герой – это же, ну, не лицо, да, человека. То есть это двухмерное существо, которое вот на холсте было нарисовано. А мне сейчас его нужно на своё трёхмерное лицо со всеми моими выпуклостями и впуклостями перенести. То есть я просто беру эту картинку и просто прорисовываю все необходимые детали у себя на лице. Сейчас вам покажу такой пример. Пример у меня такой был Джафар. Вот узнаёте, кто это за персонаж? Был у нас Джафар. Джафара огромные брови, не там, где они у меня, не там, где вообще, в принципе, я не учила. Например, когда они просто на каких-то невероятных высотах находятся. Огромные глаза и так далее. И его нарисовали художники Диснея. Вот как его нарисовали художники Диснея, так оно и перенеслось на моё лицо. Понятно, да? Что такое? Также, ну, к примеру, мультипликационных героев мы, в принципе, редко используем в своих постановках. Редко такое бывает. Джафар у нас на сцену крайне редко выходит. У вас выходил когда-нибудь Джафар на сцену? Нет. Вот. Ну, а что делать с графическим гримом, если это не мультипликационный герой, а вот человек? Ну вот, был, к примеру, у меня заказ на грим героини знаменитого такого популярного фильма «Стражи Галактики». Была там такая злобная девочка, Небула, и есть у неё определённая, как бы, специфическая во внешности деталь. У неё был, значит, биомеханический глаз. Ну, как вы понимаете, у меня биомеханического глаза нет. И как бы это такая штука, которой в пятёрочке не купить. То есть не пойти и не купить себе биомеханический глаз. Что делать? Просто берём и рисуем. Просто берём краски и создаём себе биомеханический глаз. Используем, как бы это убрать внешнюю штуку, а? Ну ладно. Используем цветотени, краски и, как бы, есть узнаваемая героиня, узнаваемая героиня. Хорошо. С этим понятно, что такое графический грим. Ясно-понятно? Ясно-понятно. Давайте разбираться, что такое объёмный грим. Ну, в принципе, объёмный его ещё называют пластический. И он вообще очень молодой вид грима. Потому что его сразу совмещают с такими деталями, как усы, бороды. То, что меняет конфигурацию нашего лица. Грим пластический с помощью... Как слово забыла? Не красок. Не красок. С помощью всевозможных налепок, наклеек, подтяжек. То есть, если нам нужен большой нос, мы не рисуем большой нос, а делаем себе большой нос с помощью силикона или с помощью какой-то пластичной массы. Используем и меняем, не просто рисуем, а меняем своё лицо, свою структуру лица. Абсолютно. Эти предметы, которые меняют, они, конечно, усы, бороды, они использовались, в принципе, достаточно давно. А вот силикон, он был изобретён буквально в 20 веке, в 30-х годах, там, в 30, не помню, каком-то, 4 или 6. То есть, ему ещё и 100 лет нет. Это сразу нашло применение в разных отраслях, ну и в том числе и в гриме. И, конечно, он очень пришёлся в кинематографе, потому что, ну и, к примеру, многие из вас видели на Первом канале, идёт такое шоу, как «Точь-в-точь», где одни артисты преображаются в других артистов, да, и с помощью силикона, с помощью силиконовых и пластического грима их меняют просто абсолютно до неузнаваемости. Была девочка Таня. Там прекрасные, это, конечно, очень тяжело, прям очень. Это очень большая, трудоёмкая работа, но она того стоит, потому что изменения колоссальные. То есть, выходит совершенно другой человек, и как бы он ни двигался, как бы он, как бы близко его не снимали, ничего не видно, где у него что накрашено, а всё как будто бы настоящее своё. Это вопрос как? Как делать грим? Либо рисуем его полностью, всё, что... А можно сначала обклеить, а потом дорисовать? Да, именно так и можно. Либо мы всё, что хотим, мы рисуем, либо мы сначала увеличиваем что-то, что-то наклеиваем, а потом уже дорисовываем какие-то цветовые детали, да? Как-то я делала, что я делала? Делала я как-то вот такую ведьму, он нос себе наращивал, видите, какой страшный, огромный, большущий нос. Это на как? А теперь давайте разберёмся с вопросом, какой грим нам делать. Здесь немножко посложнее, но на самом деле всё просто, звучит только сложно. Все, абсолютно все гримы, которые вы когда-либо в жизни своей видели в театре или в кино, все, которые вы можете себе представить, можно разделить всего на две части. Это грим реалистичный и грим условный. Они, в принципе, сами из-за себя говорят реалистичный и условный. Давайте с ними разберёмся. Тут всё просто. Реалистичный грим, его задача сделать, видоизменить человека, но максимально реалистично. Сейчас я вам расскажу о методах. Первый метод – это возрастной. Говори. Это вот не морщинки сделать, да? Морщинки, да. Я помню, как вы ими нарисовали. Состарить? Да, да, да. Искусственно либо состарить, либо омолодить актёра, если его возраст биологически не соответствует той роли, которую он будет играть. Если у нас Софья, да, Софья будет играть в сварнивую бабку в золотой рыбке, то даже если мы оденем на неё платок и посадим к разбитому корыту, и нам, и вам, и зрителям будет понятно, что это, ну, никак не бабка. Ну, как бы, явно не она. Поэтому нам нужно её состарить. Здесь всё очень просто. Как бы, все мы понимаем, что если нам нужно состарить человека, был у нас, к примеру, мальчик Серёжа, ну, блин, не видно, ладно, был у нас мальчик Серёжа, стал дедушка Серёжа, была девочка Света, стала бабушка Света. Как бы, просто искусственное состаривание, либо омоложение. Омоложение, тоже вы знаете этот пример, каждая мама утром встала перед зеркалом и занялась гримом омоложения. Да, то есть нанесла себе тональный крем, румянца, и всё, молодая мама с молодым гримом пошла на работу. Пример понятен. Понятно? Понятно. Возрастной грим понятен, реалистичный. Вторая его функция – это национальный. Национальный функция грима реалистичного создана для того, чтобы создать на сцене ту или иную расовую или национальные особенности. – Это как если ты русский и решил китайцев забросить? – Да, это если ты русский и решил китайцев забросить. Ну, понятно, что самое явное – это, к примеру, если мне нужно сыграть человека негроидной расой, то явно мне нужно закрасить мою белую кожу абсолютно полностью. Но негроидные расы очень редко выходят на наши сцены. Давайте разберём такой пример, который, в принципе, может быть в театрализации и в театральных постановках. К примеру, ставим мы с вами «Тысячу и одну ночь». И есть там красавица Шахеризада. Казалось бы, она не наиболая, ей особо ничего рисовать не надо, она обыкновенная женщина. Но ей нужен костюм? Нужен. Так как она восточная женщина, явно у неё густые и очень тёмные волосы. Правильно? Правильно. Восточные женщины отличаются густыми, это их национальная особенность. То есть такие вот такие длинные-длинные чёрные волосы. Опять же, восточные женщины, если они живут на Востоке, они живут в тёплых странах. То есть её кожа? – Тёмная. – Тёмная, загорелая кожа. То есть это не негроидная раса, они прям чёрные, да? Но придать бронзовость, загорелость коже тоже было бы неплохо. Согласитесь? То есть сразу будет понятно. Опять же, восточные женщины, они отличаются очень яркими, красивыми, миндалевидными глазами. Да? Да. Я такими глазами не отличаюсь. Чтобы мне стать шахеризадой, я их просто рисую. Делаю себе мейкап, увеличиваю зрительно глаза, делаю их более миндалевидными, более широкими, более распахнутыми, с помощью макияжа, что тоже, собственно, гримом на гримы есть. С помощью макияжа, с помощью стрелочек, ресничек накладных делаю себе огромные глаза. И вот уже выхожу я, и зритель видит, что у меня чёрные волосы, у меня чёрные миндалевидные глаза, смуглая кожа. Да, я шахеризада. Да, действительно, это правда. Понимаете, что такое национальный вид? Мы ставили как-то спектакль, ну, не мы ставили, а наш режиссёр, наверное, вставил спектакль. Ханума действие там идёт в Грузии. И, естественно, все участники были грузины. И те мужчины, которые могли себе отрастить большую густую растительность на лице, потому что грузины носят большую густую растительность на лице. Это их отличительная особенность национальная. Тёмные волосы, тёмные ресницы, тёмные широкие брови и густая растительность. Те, кто мог отрастить, отрастил. Те, кто не мог, пришлось брать графический грим и рисовать им бороды и усики, как мы рисовали Эмилю на сказку «Бород». Есть у меня пример, так себе фотография, но я думаю, вы поймете. Вот он сзади меня, какой джигит. Ну, он как бы блондин, у него борода черная не растет, пришлось ему рисовать усы, брови черные и себе тоже подкрашивать бородки. С этим все понятно с национальным? Ясно, что такое? Ясно, понятно, да? Переходим дальше. Есть еще такой момент, как исторический грим. И он тоже, исторический, и он тоже относится к реалистичным. Когда мы делаем постановки, они нас переносят в разное историческое время. Мы можем делать постановку про Древний Египет, это будет одна постановка. Мы можем делать постановку про трехтысячный год в будущее, перенестись. И, конечно же, и костюмы, и декорации, и наше поведение, наша пластика. И, конечно же, грим, он должен отвечать тому времени, которое мы показываем. Вот, к примеру, мы... Как тебя, дорогой, зовут? Кирилл. Кирилл. Мы с Кириллом участвуем в литературно-музыкальной композиции, посвященной, ну, условно, Моцарту. 18 век. Стоит у нас на сцене детской школы искусств белый рояль. Светят свечи, звучит прекрасная музыка Моцарта. Мы с тобой читаем стихи 18 века. Я, конечно же, должна одета быть соответствующей в кринолиновое платье, в пышное, ты в камзолы и в чулочках беленьких. Но, как бы, наши с тобой прически, они к тому времени, ну, прям совсем не подходят. Прям не подходят. Так? Ты ему при белое делаешь? Конечно. Его нужно именно преобразить и сделать наш образ соответствующий тому времени, которое мы показываем. Вот, к примеру, Кирилл выглядел вот так. Ну, а что, мой дорогой, в то время, в 18 веке, мужчины красили свое лицо. Они выбеливали себе кожу, они подводили губы, подводили брови, одевали большие пышные парики. Я бы тоже была не особо красотка, хочу тебе сказать. Вот такие вот штуки, кандибобером вот с таким бы я была. Понимаете, да, что такое? Но этот грим и этот образ, он подходит исключительно вот этому времени. Потому что, если на следующий день мы с тобой будем ставить литературно-музыкальную композицию, которая нас перенесет в 20 век, ну, примерно, там, в 40-е годы, в годы Великой Отечественной войны, то ни этот грим, ни мой сегодняшний макияж, ни уж тем более мой сегодняшний маникюр не будет уместен в этой постановке, правильно, да? Если, например, мы ставим про блокадный Ленинград. Ну, как бы, явно нет. Явно я не подхожу с маникюром, с этим. Если использовать вот для этого времени грим, то это, разве что, ну, подчеркнуть физическое состояние истощения, да, человека, там, впалые скулы, там, глубоко впалые глаза, которые, да, от истощения люди вот с мешками обязательно под глазами. То есть, понимаете, да, что грим, он должен отвечать не только стилистике, но и времени, в котором происходит действие нашего спектакля, нашей постановки. Ясно, понятно? Ясно, понятно. И последнее. Грим реалистичный, портретный. Портретный, на самом деле, очень самый сложный, наверное, из гримов, потому что он используется тогда, когда на сцену выходит историческая личность, которую все знают, как выглядит. Ну, к примеру, ставим на литературно-музыкальную композицию по стихам Пушкина. Все знают, как выглядит Пушкин. Все, кому больше трех лет, его видели, и все понимают, как выглядит. У него отличительные особенности его образа, это густая кудрявая шевелюра, да, огромные бакенбарды, черные обязательно, широкий лоб, узкий нос. Ну, то есть, то, что мы видим, это Пушкин. Мы понимаем сразу, да? Однажды я делала Пушкина, правда, это было не в Надыме, и только один раз. На самом деле, это один из самых сложных гримов, чтобы сделать было похоже. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Вот так у меня получилось. Похоже. Похоже. Чуть-чуть похоже. Похоже. Только волосы не того, конечно, делят. Короче, Пушкин, конечно, выходит на наши подмостки так же редко, как и Небула. Я, можно, сниму кофту, потому что у меня очень ярко. Очень редко выходит на наши подмостки, но есть и герои, которые должны быть обязательно портретными. Сейчас я вам расскажу о них. Кто знает, кто такой капитан Джеки Воробьев? Я. Все знают, кто это такой, да? Это пират, знаменитый пират. Но все его знают только в одном образе, в образе Джонни Деппо. Только он создал этот образ, только он его сыграл, да? И когда мы говорим о капитане Джеки Воробьев, мы представляем только его лицо. Согласны? То есть это не какой-то рандомный пират, там, Джон Полуха, да? Это, вот мы видим, это Джек Воробей. Его пластика, его костюм и его лицо, они неотъемлемы от этого образа. То есть если я захочу быть Джеком Воробьем, то кроме костюма, кроме волос и парикада, мне необходимо сделать еще и портретное сходство. Ну, хоть на сколько-нибудь портретное сходство, чтобы хоть как-то быть примерно похожим. Вот у меня был Джек Воробей. Похож? Похож. То есть если этот выйдет пират, если появится на сцене этот пират, все поймут, что это не какой-то рандомный пират, да? Это именно тот пират Джек Воробей, тот самый. Это то, что о портретных климах. Понятно, что такое портретный клим? В принципе, это все варианты реалистичного грима. Все. Возрастной, национальный, исторический портретный. Давайте разбираться с условным. Что такое условный грим? Если я вам сейчас раздам каждому листочек и ручки карандашей, и попрошу сделать рисунок, нарисовать Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного. Каждый из вас нарисует Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного. Каждый рисунок каждого из вас будет абсолютно разным. Правда? Ну, в зависимости от возможности вообще художественного рисования и как вы себе ее представляете. Но какой бы рисунок я ни взяла, будет понятно, где Баба-Яга, а где Кощея Бессмертный. Несмотря на то, что у каждого они будут совершенно разные. Потому что это грим условный, сложенный из многих-многих-многих образов. Из книжек, которые мы читали детских, и там были иллюстрации. Из мультфильмов, из советских фильмов. То есть, вот собирательный весь этот образ Бабы-Яги и Кощея Бессмертного. Это условность. Я нарисую Бабу-Ягу, она будет одна. Ты нарисуешь, она будет другая. Софья нарисует, она будет третья. Ну, это будет все Бабу-Яги. Условный грим. Условный грим тоже подразделяется. Сейчас я даже подсмотрю, извините. Да, подразделяется он сначала на жанровый. Пример жанрового грима очень простой. Сейчас я вам скажу, и вы мне сразу скажете. Это масочный грим. Жанровый масочный. Вспомните героя, который носит маску из сказки? Маска. Ну, маска это маска. Еще, 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 еще. Но он из фильма. Сминни-пух. Сейчас, подскажу вам. А, это пьеро. Пьеро. Жанровый условный грим. Когда мы смотрим на пьеро, сразу понятно. Веселый, задорный парень. Правда? Нет. Нет. Сразу видно, что это страдалец. Вон у него и бровки-то вскинули. Слезка нарисована. Он грустный, печальный пьеро. Да, да. Также, также, именно жанровый условный грим, это грим у клоунов. Веселые развеселые клоуны. А вот в фильме, давайте вспомним. И, давайте, оно. Почти. И еще. Джокер. Джокер? Да, абсолютно правда. Это вот как раз условный жанровый грим. Когда мы смотрим на Джокера, ну, простите, в моем исполнении. Когда мы смотрим на Джокера, вроде улыбка у него нарисована, да? Да. Вроде как бы хорошо, но вот вся вот эта небрежность, вся эта вот размазанность дает нам понять, что что-то за этой улыбкой кроется не то, что не очень-то он и добрый этот клоун, да? Да? Это не клоун. Понимаете, что это такое? Да. Понятно. Да, понятно. И второй, это... Как он правильно называется, а то я сейчас вас обману. Оно тоже клоун. Обманул сказочный или фантастический. Оно. И второй из условных гримов, это фантастический. Туда входит все. И анималистичный грим, когда мы лисички-сестрички, мышки-нарушки, колобки. И, да, оживленные предметы, да? Колобок, это же оживший предмет. И всевозможные бабки-ежки, и кощей бессмертной. Все это входит в условный фантастический грим. Вот каким мы его себе нарисуем. Такой у нас и будет. Как мы себе представили бабу-югу, такая она у нас и получится. Как мы себе представляем там, ну, к примеру, кого? Мини-буха. Кто у меня тут был? Как Леопольд. Леопольд. Анималистичный грим, либо шрам из... Мультикоролем. Да, из короля льва. Либо... Вот, просто анималистичный грим совы. А, это сова такая... Это, ребята, все о гриме. Вот как его рисовать, мы определяемся в зависимости от наших возможностей. Есть у нас силикон, делаем объемный. Нет у нас силикона, просто рисуем. Это на какой грим? Ищем себе. Реалистичный. Нам нужен грим, чтобы сделать бабку-старушку для золотой рыбки. Мы берем реалистичный возрастной грим. Нужна нам другая бабка, бабка-яга. Мы берем условный фантастический грим. Вот все гримы, которые возможны на Земле, которые когда-либо были, они все умещаются вот ровно вот в этом. Вообще, я должна вам признаться, что я неправильно очень веду свою лекцию. Я вам показываю на телевизоре свои работы, как бы невеликих гримеров, тех, кто придумал и развивал этот прекрасный жанр. А в чем разница? А в чем разница? Разница в том, что вообще как бы я должна показывать более значимые примеры. Но сделала я это специально и сделала это с таким умыслом, с такой мыслью, которую я каждую субботу говорю на своем мастер-классе, что даже если вы не художник, потому что я не художник, даже если вы не профессиональный гример, потому что я не профессиональный гример, вы можете с помощью красок создать сценический образ какой угодно. Из подручных средств в нашем городе на дыме, не имея там силиконовых накладок каких-то или биомеханических глаз. Все это возможно, главное желание. На этом лекция как бы у нас закончилась. Мы сейчас сделаем буквально 3 минуты перерыва. Я вам сейчас раздам листочки. На листочки. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Максим. Серьезно? Я такой везучий. Если не хочешь, дай место мне. Я! А люди не везут. Максим, тебе понравится. А я понял, что ты говорила. Высаживайся, сейчас я тебе дам тоже бумажечку. Там три равных грима. Ну, кого из тебя будем делать, Тащик? Сметай. Кого? Максим, пожалуйста, вы... Да, да. Кто где достался? Дартмол. Дартмол? Отличный выбор, Максим. Максим, ты умрешь? Кто такой Дартмол? Это типа, который вот такой... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, это такой опасный очень мальчик. Очень опасный. Очень опасный мальчик из вселенной Старворд. И выглядит он... Красного цвета. Да, красного цвета. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Дартмол, это типа, который с двумя вот такими сторонами, с мечами. С красными вот. И выглядит он вот так. А, да. Максим, повезло тебе? Будешь ты... Тебе повезло, потому что мы будем использовать пластичный грим. Сто процентов. Потому что нам нужны что? Нам нужны будут рога. Рожки. Ну, мы, конечно, по всей голове тебе рога делать не будем. Ясно, понятно. Но некоторые рожки на лбу мы все-таки тебе сделаем. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok